Я хочу, чтобы вы поняли, что этика – это не просто правило поведения, да? Этика затрагивает, что? Нашу природу, да? То есть, совершая какие-то вещи, мы становимся лучше или хуже, да? Совершая правильные вещи, мы становимся лучше и становимся ближе к Богу. И у нас есть шанс больше иметь природу Божью, да? Кто-то будет сразу вместе с Богом, кто-то пройдет через определенные страдания, вот, но мы будем с Богом. А кто-то будет иметь такую природу, что он уйдет далеко от Бога, да, в другое место, где Бога очень мало. Ну, так, по крайней мере, об этом говорит Писание. И поэтому наши поступки, они влияют на нашу судьбу, да? Мы уже говорили, что путь смирения. И можете так записать, вот так, стрелочкой, да? Первое, что у нас идет? Желание. Желание, да? Желание, потом поступок, потом привычка, потом навык, потом характер и потом судьба. Как говорят, посеешь желание, пожнешь поступок, посеешь поступок, пожмешь привычку, посеешь привычку, пожмешь навык, да? Посеешь навык, получишь характер и пожнешь характер, что будет? Судьба, да? Судьба человека в его руках. Да, все начинается желание, как мы уже говорили, да? И эти желания, или, как говорят библейским языком, страсти, да? Я еще раз говорю, страсти – это не наши эмоции. Эмоции могут быть положительные, отрицательные, могут быть направлены к Богу, да? Но страсти – это то, что у нас в ветхом человеке мешает нам быть, да? И вот страсти, вот эти желания, которые у нас проявляются, они к чему ведут? К определенному поступку. Вот в этой причине Ишуя говорит, что тот, кто подумал о женщине, уже согрешил с ней, да? Почему? Потому что этот переход для человека практически не заметен. Вот поэтому существует понятие ограды в иудаизме, да? Вы знаете, что есть определенные вещи, которые не являются заповедями, но являются оградой на заповеди. Ну, как пример даже в христианстве, конкретная ограда – не пить вина, да? Есть запрет торы? Нету такого торы – не упиваться вином. И дело в том, что мы живем в такой культуре, где человек не знает разницы, где пить, а где упиваться. Поэтому ставится конкретная ограда, да? Вот такая же ограда была, там не есть молочную и мясную пищу и так далее. Вот, то есть есть определенные вещи, которые являются оградой. И если мы поставим ограду, если мы поставим контроль, помните, во вратах своих постав, стражников во вратах своих. Врата – это зрение, слух, да? Это язык, рот наш, речь. Вот, это связание и так далее. То есть поставь стражников во вратах своих. И тогда поступок. Поступок – это уже то, что человек делает, да? Если он много раз делает один и тот же поступок, он превращается во что? В привычку, да? Привычку мы уже совершаем неосознанно. Для нас это вообще нормально, да? Привыкли, значит, так мы делаем. Вот, чаще всего мы согрешаем в результате своих привычек. Я, например, очень гневливый человек, поэтому очень легко впадаю в гнев. Потом я с гнева выхожу и начинаю каяться. Понимаете? То есть это, я-то понимаю, но вот в какой-то момент контроль уже теряется над моим сознанием. В гневе я могу сделать все, что хочешь. Ну, так же у других – это жадность, у третьих. Ну, понимаете, у каждого свои есть определенные слабины. Если уже привычка, то привычкает в навык. Навык – это уже действуемое неосознанно. Знаете, люди могут спать на ходу, например, идти на лыжах и спать, да? Вот, кто-то может там даже совершать какие-то сложные действия абсолютно без контроля сознания. Например, везти машину, да? Ну, типичный пример. Операция «И» смотрели, как там Шурик читал конспект, да? Шел туда, мы, говорит, с подружкой. Пошел, значит, он точно перешел улицу на тот свет, как надо, да? Он перешел, сделал там эту собаку, не обратил внимание, там они разделись, оделись, кушали, и вообще он ничего не помнил, кроме этого конспекта, да? Сознания у него отсутствовало. Вот когда человек ведет машину, он же не думает. Ну, вначале, конечно, думает, где газ, где сцепление, а потом он уже не думает. Он может разговаривать, он может слушать радио, может говорить с больницей и так далее, он об этом не думает. Это уже навык. То есть навык происходит уже чисто инстинктивно. А затем характер, да? Если мы совершаем часто такие дела, мы, что у нас будет меняться характер? Если совершаем добрые дела, мы будем добрыми. Совершая злые дела, да, мы злые. Будем иметь различный характер. А характер определяет в конечном счете нашу судьбу. И единственный способ – это выполнять Божьи заповеди, мы уже говорили. И Божьи заповеди еще способствуют смирению. Правда? Когда мы смиряем себя перед Богом, мы выполняем Божьи заповеди. Когда мы смиряемся, вот видите, даже пост смирения, он только тогда пост, когда разделишь с голодным, да, и так далее. То есть будешь опять этически что-то делать доброе людям. Правда? И делая добро, мы смиряемся. И таким образом жертвуем. Жертвуем, чем больше мы жертвуем, да, тем больше мы смиряемся. Чем больше мы забираем себя, тем больше у нас становится гордыня. Народ Израиля сравнивает с пчелой. Почему? Потому что пчела забирает себе нектар, и что делает? Мед, да? И есть другое насекомое, очень похоже на пчелу. Муха. Которая считается нечистым. Животным, да? Везде эта муха нечистая. И потория, и вообще. Она что делает? Она выбирает все только к себе. И у той хоботок, и у той хоботок. Есть разница. Видите, если один человек бьет другого, кому хуже? Тот, который бьет, или тот, которого побили? Тот, который бьет, хуже, да? Если один народ угнетает другого, хуже тому народу, который угнетает. Ну, да, я имею в виду. Просто так бьет. И так далее. Хорошо. Это мы поняли. Значит, каким мы образом можем добиться вот этой цепочки, выполняя заповеди Божьи, так, чтобы они стали для нас навыком. Да? Видите, как и пророки. Они уже имеют навык. Они не думают, а это дух, какой мне говорит. Они имеют навык распознавания духа. И так далее. Теперь еще несколько слов о других терминах, связанных с понятием этика. Записывайте под заголовок. Другие термины, связанные с понятием этика. Слышали такое слово «этикет»? Этикет, да? Этикет, да? Это внешние видимые правила поведения. Этикет, оно похоже на этику, да? Этикет – это внешние видимые правила поведения. Они затрагивают внутреннего человека? Ну, в принципе, нет. Можно полностью соблюдать этикет. И что и делается сейчас в церквях, да? Но внутренний человек не меняется. Внутренний человек не просто меняется от того, что мы делаем добрые дела. Но мы когда понимаем, что мы делаем добрые дела, потому что это заповедь Божия, и мы стремимся к добру, да? Но если мы делаем добрые дела только потому, что нас осудят люди, или мы хотим сделать много добрых дел, были одни такие хорошие добрые дела сделали, что их потом вынесли ногами вперед, а на ней сапфира. Да? Добрые дела сделали. Ну, что-то было какая-то червоточина в этом добром деле. Помните эту историю. Итак, этикет – это, видите, слово «этикетка», да? А, кстати, слово «бирка». Что означает слово «бирка»? – «Бирка». – «Бирка» или «ярлык», да? Ну, «ярлык» – это тюркское название. Да, «бирка», а слово «бирка», «бирка» – благословение. На еврейских товарах были специальные таблички, которые к ним прикреплялись, да? Там было название товара и благословение, да, на этот товар. «Бирка», отсюда и «бирка». Да, это «этикет». «Этикет» отсюда как «этикетка», да? Это внешнее, оно не затрагивает внутреннего человека. Это внешнее, да? Это внешнее правило поведения, не затрагивает внутреннего человека. Бывает, «этикет» вообще внешнее правило очень странное. У некоторых народов, когда ты хорошо покушал, чтобы гость, значит, выразил, ну, почтение хозяину за, благодарность за хорошо покушанное, он должен рыгнуть слегка, да, а в некоторых даже в народах выпустить газы из кишечника. Впрочем, у других народов это считается наоборот. Вот если вы у малайцев это сделаете, там, в Малайзии, в Полинезии, так хозяин должен будет жечь дом. Жечь дом. Да. Неблагодарность за то, что выпустил газ из кишечника. Сказал, пух, я хозяин должен дом жечь. Печку разобрать, да? Ну, потому что, видите, допустим, это связано с какими-то кишечными заболеваниями для дезинфекции. Но им несложно дом построить. Четыре, там, бамбуковых палки сверху накидал, как вот суку, да? Листья в бананах, вот тебе и дом. И циноками обложил по бокам. Понятно, что такой дом очень легко делать. Да, ну вот, в некоторых, значит, если ты хорошо хочешь поблагодарить, значит, чтобы у тебя тарелка была съедена и все вылизано, да? А некоторые надо, наоборот, оставить немножко на тарелке. И вот возникают вот такие непонимания. Я, например, тарелку съедаю, вылизываю, а если у меня еще крошки на столе, я еще и крошки собираю. И это не потому, что я жадный человек. И некоторые меня тут же начинают накладывать вторую порцию. Я говорю, я уже не хочу. Не в этом проблема. Мой отец перенес голодомор на Украине, да? И вот он меня так научил, очень уважительно относиться к хлебу. Даже не выбрасывать хлебные крошки, потому что собираю хлебные крошки. Вот разные, понимаете, да. Ну, оставлять, оставлять другим. Бедным не понесу хлебные крошки. И обмывки сосуя в эту... Вот, есть, да, традиции, видите, должны три раза пригласить тебя, а ты должен отказаться. Если после третьего раза не откажешься, это получается хорошо. Дай себе уговаривать. Вот. Я обычно, да, я обычно после первого раза сразу же говорю, хочу я или не хочу, да? То есть разные есть правила поведения, этикет. Вот. Есть, видите, у японцев. Почему японцы такие вежливые? Я на Сахалине был, я видел японцев. У них абсолютно мимика не соответствует нашей. Он улыбается, у него такая лыба. Вы понимаете, американцу такая лыба, когда они хотят показать, что они такие вот не являются неудачниками, да? Такие удачливые, успешные в жизни. А у японцев такая лыба, чтобы показать вежливость. Вот. По-японски «хай» это будет «да», а «нет» вы по-японски не услышите. Потому что японец будет очень вежливо вам отказывать. Почему? Японцы очень люди способны к гневу. Что? Он сразу выхватывает свой меч, а если он меч уже обнажил хотя бы на 10 сантиметров, значит, этот меч должен быть уже обязательно полит кровью. В крайнем случае, если он не может никого рубануть, он себя рубанит по руке. Отсюда у них там отрубание пальцев, ну, знаете, вот такие вещи. А то могут и харю раскирить. Да. Понимаете, проблема есть в этом. Поэтому японцы очень такие вежливые. А то, сколько я тоже гневливый человек, то я стараюсь быть вежливым с другими. В лучшем случае моя вежливость проявляется в том, что я не обращаю ни на кого внимания. Это моя самая высшая вежливость. Если я еще никого не зарезаю. От вашего поведения, да? Если мне что-то говорят, предлагают, я обычно подумаю. Но если я говорю, вы знаете, я, наверное, сделаю так-то и так-то. Если я уже говорю, наверное, сделаю так-то и так-то, это значит, я уже сто процентов решу, что я сделаю так-то и так-то. Ну, как истинный самурай, я стараюсь это изложить в вежливой форме, чтобы не обидеть говорящего. И люди, видя мою лыбу и добродушную мою физиономию, думают, ну, вот это такой добряк. А я очень слой человек, злопамятный. Вот его чуть-чуть еще надо дожать. Начинает меня дожимать. Дожимает меня до того, что уже, как говорится, мое терпение и долготерпение уже приходит конец, да? Ну, вот так, видите, да? У каждой национальности, у каждой группы людей, в зависимости от характера, видите, отношение, допустим, к наглости. Вы понимаете, есть наглость, да, есть супернаглость, и есть куцпа. Еврейская, да? Да, это уже вообще неопределимо, это только не переводится на русский язык, куцпа, да? Но человек такой может совершать разные поступки, видите, и почему-то ему при этом везет, да? А другой будет раздумывать и не совершить никакого поступка, и так и останется на том же самом. То есть куцпа, будьте куцпоносцами, будьте куцпанутыми. Не бойтесь совершать поступки, потому что вас люди осудят или что-то. Если вы ошибетесь, ничего, вы сможете исправиться, правда? Вы сможете исправиться. Но если вы вообще не будете, не ошибается тот, кто ничего не делает, да? Поэтому работать, делать надо. И теперь разница между поступком, разница между поступком и действием. Можете так слева написать действие, а справа написать поступок, да? Вот, действие – это то, что мы совершаем, да? Оно бывает часто осознанным или неосознанным? Да, значит, действие может быть неосознанным или импульсивным, внезапным. Действие – это неосознанное или импульсивное. А поступок, он всегда, что? Осознанный. Итак, разница. Действие – это неосознанное, импульсивное, да? И то, и то мы можем одинаково видеть. Но действие – оно неосознанное, импульсивное. Поступок – он какой? Осознанный, да, прежде всего. Видите, действие может быть рефлекторно. Поступок обязательно должен каким? Быть обдуманным. Обдуманным. Он требует оценки ситуации. Итак, действие рефлекторное. Поступок – обдуманный. Требует оценки ситуации. Мы можем видеть даже в Ешуа. Он сделал плетку и разогнал там кое-кого, да? Возле храма был двор, где торговали. А что, Ешуа прямо схватил первое попавшееся, да? Сидел где-то, сплел эту плетку. Да? Он совершал поступок. Его действия были адекватны данной ситуации. То есть, поступок требует оценки ситуации. Действие, реакция какая? Быстрая. Быстрая, да? Быстрая. Поступок – он медленная реакция. Поэтому сказано – будьте медленны на гнев, да? Будьте медленны на гнев. Это что значит? Да, гнев можно проявлять, но должен быть какой? Контроль, да? Гнев, вы помните, говорили, есть гнев, который разрушающий, и гнев, который, что? Да, как говорят, святой гнев. Помните, Пенхас проявил. Пенхас тоже, видите, не вскочил в первую попавшуюся палатку, пока там весь народ плакал и молился, и не знал, что делать. Как некоторые верующие, одного бьют хулиганы, а все остальные стоят и молятся. Вместо того, чтобы дать хорошего хулигана этому, да? Вот. А он взял копье и подождал, пока вошел этот с блудницей, и тогда он вошел в палатку и пронзил. Хотя у него и был гнев, но это какой был гнев? Святой. И он что был? Обдуманный. Он не побежал в палатку, схватил первый попавшийся камень и ударил их по голове, да? То есть обдуманный гнев. Это тоже может быть гнев, и он должен быть контролирован. То есть следующий признак – это контроль за ситуацией. Контроль за ситуацией при действии, он что? Отсутствует, да? Контроль за ситуацией в поступке – это что? Осуществляет человек поступок, значит, контроль за ситуацией есть. Значит, поступок – это не только то, что мы делаем, да? Чтобы совершить поступок, мы должны прежде всего его обдумать, да? Должен соответствовать данной ситуации, и если мы что-либо делаем, должен быть обязательно контроль. И этика, она занимается не действиями нашими, а что? Поступками. Для этики важно что? Поступок человека. Поступок человека. То есть то, как он поступает, как он действует сознательно. Может человек поступать в ущерб себе? Да. Ну, действовать в ущерб себе может, наверное, дурак какой-нибудь. Конечно, может. Но поступать в ущерб себе сознательно. И самый высший поступок – это тот, кто умирает за другого, да? Мы когда будем разбирать вопросы смерти, то самоубийство мы будем различать и самопожертвование. Самоубийство – это чаще всего результат импульсивного действия, неосознанного под действием эмоций. А самопожертвование – это что? Это поступок. И самопожертвование – это высшее проявление любви, когда кто-то умирает за товарищей. Есть еще вид самопожертвования – прославление имени Всевышнего. Да, это тоже многие шли на жертву. И верующие евреи, и верующие христиане для прославления имени Всевышнего. И это что? Поступок. Следующее понятие – нравственность. Так, нравственность – это оценка обществом результата нашего поступка. Да, нравственность – это оценка обществом результата нашего поступка. Опять-таки, общество не знает, какими целями мы совершили этот поступок, правда? И что у нас внутри было. Но это внешняя, да, оценка обществом результата нашего поступка. То есть результат – плод. Может быть, кто-то дает много денег, раздает, и бедные становятся сытыми, да? Но мы не знаем мотив. Может, он хочет это сделать для того, чтобы в обществе его ценили. А может, он действительно любит бедных. Мы не знаем. Нравственность – это оценка общества результата нашего поступка. Следующее – мораль. Мораль. Ну, мораль можно определить так. Писанные и неписанные правила жизни в обществе. То, что в одном обществе морально, то в другом обществе аморально. Значит, мораль – это писанные и неписанные правила жизни в обществе. Если у меня мама умерла, и я ее съел. Это морально или аморально? В каком обществе? Вы знаете, ритуальное людоедство своих умерших родственников. И им, видимо, легко это понять, кто не ест плоть мою и кровь не пьет. Правда, они по-своему это. И вообще, я не знаю, как людоедам проповедовать, если вы угрызаете и съедаете друг друга в церкви. Там надо иметь осторожность, конечно, таким проповедом, да? То есть, ну, аморально бросить этого умершего в яму, чтобы он гнил. Съесть его не аморально. Понимаете? Лучше покоиться в родных желудках, чем жить в земле. Да, мораль в каждом обществе. У гитлеровцев они очень были моральные люди. Потому что мораль фашизма какая? Должен выжить сильнейший. Да? У саентологов тоже такая же мораль. И сильнейший буду я. А слабейший должен что? Умереть. Потому что они сравнивают общество с тем, что происходит в природе. И эта мораль совершенно противоположна библейской морали. Да? По Гитлеру надо слабых, больных. Куда делать? Убивать, да? И так далее. Видите? Пытались Евгеника делать, вывести нового сверхчеловека. Это где-то 10 тысяч таких младенцев родилось несчастных. Не знаю, где они сейчас. Они называли дети Гитлера. Взяли самых лучших арийских мужчин и самых лучших арийских женщин. И что удивительно, из этих младенцев, которые родились, было 20% идиотов. Намного выше, чем обычно. А знаете почему? Потому что гены, которые близкие, да? Кроме видимых, они еще имеют невидимые свойства. И если два гена одинаковых попадаются с дефектом, то человек заболевает. Вот по этой причине существуют определенные, так называемые, еврейские болезни, которые характерны только для евреев. И они часто, идиотизм проявлялся у евреев, живущих в штатлах. То есть ограничены. Ограничены какой-то группой. Да? Тогда не было поврежденности такой. Поврежденность гена нарастает. После потопа она ловинообразно нарастает. И сейчас этот процесс еще больше. Так? Вы понимаете? Итак, да. Смотрите. То, что морально в одном обществе, то есть уничтожение в концлагерях, низших, слабых, да, или недоценивших, да, было для них морально. Они не понимали, по каким законам их судят. Поэтому, если мораль без Бога, она приводит к страшным последствиям. Да? Такой же причиной коммунистическая. Мораль мы наблюдали. И если вы помните, такой был фильм. «Time Changer» назывался по-английски, или «Изменяющее время», да? Кто не смотрел, верующий, обязательно посмотрите его. Там рассказывается о одном человеке, он работал на кафедре какого-то библейского института, и говорил, что, может быть, мораль существовать без Иисуса. И какая-то машина времени, в общем, его переправили в наше общество. И они увидят, он увидел реально, что такое мораль, да, без Бога. И поэтому настоящей морали без Бога, да, не существует. Не существует. Подлинная святость, нравственность и духовность может быть только как? С Богом, да? А если мы заменяем, значит, святость, нравственность и духовность, что такое духовность? Некоторые говорят, духовность – это нечто возвышенное. Вот такая музыка духовная, такая недуховная. Но мы, как верующие, понимаем, что духовность – это жизнь по Духу Божьему, да? Итак, всякая замена святости, нравственности и духовности, значит, моралью, моралью и нравственностью глубочайшая ошибка. Всякая замена святости, нравственности Божьей и духовности, да? Какой нравственности? Безбожной. И моралью – это что? Величайшая ошибка, правда? Хорошо. Без Бога нет подлинной морали. И если у нас нет абсолютного мерила морали, мы не можем судить, что морально, что аморально. В нашем обществе есть другое мерило морали. Гомо гомени, да? Гомо гомени люпус эст, да? Вы знаете, Евтушенко, он еврей, он сочинил такие стихи. Гомо гомени люпус эст. Вот ведь, братцы, такая наука. Гомо гомени с луком съест, и без лука оселит. Вот так. Выключите. И без лука оселит сука. Евтушенко так писал. Хорошо. Итак, то, что противоположно Божьей нравственности, Божьей морали, называется гомо. 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 Вот. Гомо за принц. Значит, гомо – это что? Главный принцип гомоизма – мирило всего. Кто является? Человек, да? Господь. Если бы Господь, тогда было бы… Деизм, да? Это гуманизм. Значит, мирилом всего является человек. И таким образом, гуманизм… Определение написали гуманизма? Гуманизм, да? Да. Мирило всего, принцип гуманизма, мирило всего человек. То есть, гуманизм есть, по сути, идолопоклонство и бунтарство. Идолопоклонство и бунтарство. Хорошо. Итак, мы сегодня будем заканчивать. Подведем итоги. Значит, этика. Этика указывает нам на правильные поступки, да? Совершая которые, мы можем изменить свою природу. Природа исправления себя, исправления мира, как называется? Тикун Алям. Слышали такое выражение? Тикун Алям. Исправление мира. Где говорится, что мы служим исправлению мира? Евангелие от Матфея, да? Мы соль земли. Хорошо, хорошо. Хорошо смеется тот, кто смеется над собой. Гуманизм, я говорю, да? Гуманизм, да? Ну, это можете написать философское и так далее течение, да? Имеющий принцип мирило всего, это что? Человек. Мирило всего человек. Очень просто. Да. Итак, видите, этика указывает нам на правильные поступки, совершая которые, мы осуществляем тикун Алям. Значит, то есть, исправление этого поврежденного мира. Полностью мы его не исправим, да? Все сгорит. Но делать это мы должны. Потому что заповедь, о которой говорил Ишуа. Да, вы соль мира. Совершенно верно. И второе, принцип, что тикун Алям, прежде всего, исправление какого мира? Нутреннего мира. Совершенно верно. Значит, внешнего и внутреннего и освящаемся. То есть, становимся подобными Ишуа. И тогда мы, согласно 1 Тимофея 4,16, что делаем? Вывод. Получаем спасение себя и других, да? Итак, этика, так как я ее понимаю, может, у кого-то другое понимание. Этика указывает нам на правильные поступки, совершая которые, мы осуществляем тикун Алям, то есть, исправление мира внешнего и внутреннего, и освящаемся. Становимся подобными Ишуа. И тогда, согласно 1 Тимофея 4,16, мы получаем спасение себя и других. Еще этика показывает нам путь. Пишите, я диктую. Этика показывает нам путь, да? Путь, которым мы достигаем смирения и самореализации. Помните, в определении этики Аристотеля был такой пункт самореализации. И вот, если мы библейские люди, мы должны понимать, не так самореализация, типа, я пошел на других посмотреть и себя показать, да? Что такое самореализация? Это реализация плана Божьего. Когда для каждого человека есть план Божий. Есть общий, конечно, план спасения, да? Но для каждого человека есть план Божий. Бог дал дары Гитлеру, для того, чтобы он выполнил Божий план. Но он избрал другой план, как с Иуда, например. Да, он тоже способствовал Божьему плану. Но это не тот план, который Бог хотел для Гитлера. И для Чингисхана был план. Правда, Бог? Если бы он сведал, Гитлер был своего рода очень интересный и талантливый человек. Я изучал его характер, его интересный. Гитлер, он был большой актер. Его поведение на обществе, его поведение внутри, это были два совершенно разных человека. Даже то, что он рассказывал про Mein Kampf, он с друзьями говорил, что это вы, ребята, это агитка. И про еврея он там совсем другое говорил. Он не говорил, что евреи не до человека. Наоборот, говорил, если мы оставим хотя бы одну еврейскую семью, да? Ну, вы можете потом почитать, если хотите, как-то вот аудиофайлы, я Ефим Свирский, за что Гитлер ненавидел евреев. Послушать можно будет. Если мы оставим хотя бы одну еврейскую семью, то в наше понимание, вот это немецкое будет разрушено. Ведь одна еврейская семья, она оказывается настолько сильна, что разрушает всю немецкую идеологию. Вот так. А один немец не может разрушить всю еврейскую идеологию. Это совершенно другие вещи, я говорю. Да. Итак, этика показывает еще путь, да, достижение, достижение, смирения и самореализации. То есть самореализация – это что? Реализация Божьего плана. Бог дает нам дары. Есть дары духовные там, но есть дары, которые получают каждый из нас при рождении. У одних это музыкальные способности, у других это память, у третьих – легкое приобретение знаний, да, и так далее. И получаем мы все дары? Ну, мы имеем в определенных порциях, да, дары? Да. Только столько нужно ему, ни больше, ни меньше, да? Одному дни таланты, другому другие таланты. Поэтому эти дары и названы талантами, да? Хорошо. Итак, самореализация – это результат существования Божьего плана в нашей жизни. Итак, этика показывает нам путь достижения смирения и самореализации. То есть осуществление Божьего плана в нашей жизни. А теперь, кто изучал уже евреи, скажите, как будет путь по-еврейски? Галаха. Галаха. Да. Галаха. Дарих – дорога, дорога, ну, Галаха – путь. Может, так вот мы переводим обычно Галаха как путь. Дарих, видите, дорога, как и по-русски похоже. Мы будем говорить еще, что там Галаха, да, Галах – идти. То есть путь, так как мы идем, так как мы идем. Кстати, иероглиф «учиться», учиться Ширу, петь, вы говорите, а Ширу учиться, иероглиф японский обозначает «человека, идущего к открытой двери». Очень интересно. Иероглиф имеет смысл. Большое. Галаха, да. Галаха – это что? Значит, есть определенные правила, да, которые мы устанавливаем. Определенные правила, которые мы устанавливаем на основании Писания. Ну, например, Писание говорит – не делайте никакую работу в субботу, да? Но там еще употреблено не слово «никакую работу», а «вода», а имеется слово «мелаха». И таким образом мы должны определить, что такое работа «мелаха», которая употребляется в этом месте, и какую работу мы можем делать, а какую не можем делать. Это что уже будет? Галаха наша, да? И Галаха, и тоже запишите, очень важно. Мы не должны придерживаться Галахи, раввинистической, да? А в X веке, в X веке жил такой Рау Гершом. Рау Гершом. В X веке. В городе Майнце жил. Это территория Германской империи. Рау Гершом. И он сказал, что каждая община этническая, эда, на еврейском, эда, слово, община. Ведь интересно, эдут – это свидетельство, да? Община – свидетели. Это как раз вот, если по-еврейски, Новый Завет очень хорошо понимать. Да. Итак, каждая община и группа, значит, общин имеет право устанавливать свою Галаху. Это очень важно для нас, да? Вот. Если мы не будем понимать этот принцип, у нас будет рознь между различными группами верующих. У пятидесятников есть своя Галаха? Есть. У баптистов есть своя Галаха? У методистов есть своя Галаха? У мессианских евреев есть своя Галаха? Общей пока нет, да? Но каждая группа может устанавливать свою Галаху. Ну, к примеру, даже хлебопреломление, да? И это было очень важно. Одна церковь, западная и восточная, спорили так, и отлучила другую церковь на тысячу лет. И только в 1965 году что-то они пришли к общему выводу. Хлебопреломление делать пресным или костным хлебом? Вот одна, я не помню, восточная говорила, что пресным, да? Другая церковь говорила, что может к восным. Потом они начали проклинать друг друга, да? Знаете эту историю? Без разницы. А как правильно? Без разницы. Без разницы. Потому что, когда делал Есу, это было сто песах. И он использовал мацу. Вот. Опять-таки, какое вино используете? Лучше красное. А если вы виноградный сок используете? Это даже еще лучше в тех условиях, когда вино может быть каким-то соблазном. Человек пять лет лечился в диспансере какому-то алкоголизму, приходит, ему стакан вина бухнут, и все. В итоге, да? Верующие, оказывается, причащаются в вино. При ГФН. Плод виноградной лозы. Ну, желательно, не белое вино, а красное, потому что символизирует крови и шоу. Итак, важный принцип. Каждая община или группа общин имеет право что? Устанавливать свою галаху. Да. И основа, основа этики, это этика, можете еще записать, два определения, этика, это школа любви, самоотверженности и смирения. Этика, это школа любви, самоотверженности и смирения. Этика, это школа любви, самоотверженности и смирения. При любом другом понимании этики мы не достигнем того, чего Бог от нас хочет. Правда? Мы можем раздавать сдаку, мы можем делать добрые дела, Но если это не будет в нас порождать смирение, любовь, то это не придет нам на пользу. Это не библейская и не еврейская этика, если по большому счету. Согласны? И последнее. Также этика – это учение об отношениях. Этика – это учение об отношениях. Завтра мы будем разбирать заповеди, что такое заповеди и как их выполнять. И все эти заповеди – это являются отношениями между человеком и Богом. И отношениями между человеком и человеком. В данном случае, значит, отношениями, маком, ле, адам. Что такое адам? Да. Между маком. Маком – это место. Вы знаете, что еврейская традиция не упоминает имя Божье, да? Значит, между местом, между Богом, да? Ле, адам. И вторая часть этики – ми, адам, ле, хаверо. Это вам не обязательно запоминать на иурите. Можете просто запомнить. Между Богом и человеком, да? И человеком, и человеком. Буквально, что ми, адам, ле, хаверо. То есть, от адама к его товарищу. То, видите, слово товарищ. Русское тоже слово товар происходит. Потому что товарищи вместе один товар везли, да? Они вместе торговали, вместе получали общую прибыль. Ну, и вместе разорялись. А еврейское слово хавер, да? Означает присоединять. Корень какой? Хабар. Да? Хабар – когда присоединяешь в себя хабарник. Да? Значит, хавер – это друг, товарищ, брат, да? Между человеком и его ближним или его товарищем. Хорошо. На этом мы сегодня закончим. Субтитры создавал DimaTorzok